Реализацию национального проекта «Демография» рассмотрели на заседании правительства Тверской области. Региональными властями были поставлены задачи в сфере семейной и демографической политики на будущий год. О принятых решениях расскажет Наталья Чекет. За 9 месяцев этого года в Тверской области родилось 6372 ребёнка. Родителям новорождённых предоставляются региональные подарочные наборы. С начала года выдано более 6438 таких комплектов. Предусмотрен региональный материнский капитал, который можно направить на приобретение автомобиля, обучение ребёнка и другие цели. Самая главная задача для нашего региона, для Центральной России, это увеличение, усиление рождаемости. Одна из главных, наверное, линий нашей работы – это популяризация многодетной семьи среди молодёжи. В регионе увеличилось количество многодетных семей. Сегодня их почти 15 тысяч. Они могут рассчитывать сразу на несколько направлений поддержки. Это жилищный сертификат, бесплатная школьная форма, возможность получить машину за лучшее семейное подворье. Говорили на заседании и о сокращении количества абортов. С предложением о внедрении в Тверской области программы «Здравствуй, мама», которая помогает женщинам не прерывать беременность, выступила Наталья Москвитина, президент благотворительного фонда «Женщины за жизнь» член Общественной палаты РФ. Упор наш сделан на две целевые аудитории. Это, в первую очередь, врачи, которые знают, что говорить женщине беременной, как говорить, когда говорить и что нельзя говорить. В результате того, что мы их переобучили. Врачи идут по правильному алгоритму действий, не направляя женщину на аборт. Каждая женщина получает буклет с видами помощи. Ну и пинетки. Это такие маленькие носочки, они розового и голубого цвета. И женщина, беря их в руки, она думает, как она назовет этого ребенка, кто это, мальчик или девочка. Отдельное внимание в регионе уделяет популяризации Института семьи поощрению ответственного родительства. Это вручение почетных знаков, слава матери и слава отца, ордена родительская слава. Кроме того, родители могут проявить себя через конкурсы и мероприятия, поучаствовать в региональных и федеральных событиях. Самая главная задача, которая сегодня есть, это внушить нашей молодежи, что создание семьи и рождение детей, это один из приоритетов. Такой же, как сегодня они видят, это карьера, свое жилье, успешность. Важно, чтобы наши дети, наша молодежь понимала, что создание семьи, наличие семьи, наличие детей, это тоже показатель успешности человека. В Верхневолжье обеспечивается не только прямая поддержка семей, но и развитие в регионе системы детского здравоохранения, дошкольного образования, формирование современной общественной среды, возможности стабильной трудовой занятости родителей. Продолжение следует...